всем привет и спасибо что заглянули ко мне на кухню в очередной раз на моей кухне вы знаете мы готовим все быстро красиво вкусно а самое главное полезно и дорогие мои друзья сегодня по вашим просьбам мы с вами спечем булочки которые можно кушать и на кето питание и на низкоуглеводном питании и как вы все понимаете эти булочки будут с псиллиумом то есть муки здесь ни грамма не будет все будет происходить очень быстро и этот рецепт я уже пробовала естественно на своих членах семьи он правда он подтвержден всем эти булочки очень понравились и давайте сейчас приступим к изготовлению этого самого шедеврального булочного изделия идемте готовить для приготовления наших булочек нам с вами понадобится небольшой противень который застелила уже пергаментной бумагой силиконовая лопатка венчик для взбивания яиц маленькой полотенцем две миски 1 побольше где мы с вами будем вымешивать тесто и вторая маленькая которая уже с водой мы помните смачивать растительное масло и из продуктов также нужно будет 130 миллилитров горячей воды 3 яйца 40 грамм псиллиума буквально немножечко соли четверть ложечка чайная ложка у меня кинжутных семечек и немного разрыхлителя вот такой у нас небольшой сегодня ассортимент для наших булочек ну что приступаем самому интересному процессу приготовления первым делом мы с вами должны к яйца хорошенечко взбить вместе с солью и и разрыхлителем взбиваем венчиком ну вот пожалуй и достаточно теперь мы добавляем сюда псиллиум и потихонечку все это тоже мы должны размешать вот видите как он хорошо впитывают влагу так вот и теперь мы с вами должны постепенно вводить нашу горячую воду так вот и помешиваем видите как уже начинает расти наше будущее тесто еще раз все это вымешиваем и оставляем тесто на 10-15 минут для того чтобы она именно загустела и приняла ту консистенцию которую мы с вами задумали наше тесто постояло 10-15 минут оно уже приобрело ту консистенцию как я вам обещала и должны иметь теперь мы с вами спрыснем наш противник растительным маслом все как перед выпечкой разделим тесто ну приблизительно у нас будет 4 булочки видите как она красиво получается на 4 части нам будет легче ориентироваться вот теперь мы смачиваем руки водички чистые руки и берем вот эту самую порцию одной булочки это очень эластичное за счет вот этого самого псиллиума делаем такие шарики и кладем у нас будет 4 булочки как вы понимаете еще смачиваем и берем вторую порцию тесто эти булочки очень вкусные их естественно можно кушать на кето питание и конечно же на стадии снижение веса потому как у нас здесь нет совершенно никакой булочки ну чудесно так эластичное такое и теперь еще одна бочка скатываем и сейчас мы с вами будем посыпать наши булочки джетным семенем убираем все лишнее давайте немножечко так прижимем чтобы они еще больше были похожи на булочки и теперь посыпем пинжутным семечками теперь наши булочки мы отправляем в разогретую до 185 градусов духовку на 20-25 минут вы только посмотрите какие у нас с вами красивые получились булочки какие они мягкие вы видите сейчас я для вас разрежу одну булочку и вы посмотрите ее прозрение посмотрите какая она мягкая какой консистенция она чудесно ой ну я очень и очень довольна этим рецептом дорогие мои так что будем печь полезную выпечку булочки будем кушать и они не принесут никакого вреда нашему здоровью кушайте на здоровье как на завтрак как и на ужин делайте бургеры все что угодно посмотрите что у нас с вами в итоге получилось как вы уже можете заметить одной булочки не стало она испарилась ее съел мой муж и очень хорошие получились посмотрите какие они красивые какие они пышные вы видите это просто какое-то чудо сейчас я вам покажу вот так даже видите какая булочка у нас получается очень пышная мягкая воздушная скажем даже так и все у нас произошло очень и очень быстро булочки можно кушать как к чаю как на завтрак как на перекус сейчас мы например это у нас время ужина уже мы будем их кушать вместе с бифштексом из рубленого мяса то есть я буду делать в этой булочке именно из нее гамбургер но полезный заметьте они какие-нибудь эти белые булки которые полны быстрых углеводов и очень и очень даже не полезно мягко сказать да а вредны для нашего организма так что давайте мы уже пекли с вами булочку за три минуты без муки и пирожное у нас было быстрая и хлеба бы у меня тоже уже пробовали как овсяный хлеб так и творожный хлеб много рецептов давайте попробуйте спеките эту булочку тоже и оставьте под видео свои комментарии ну а в будущем я вам предоставлю рецепт хлеба который будет называться викинг это очень и очень такой знаменитый рецепт в скандинавии именно в дании который будет состоять тоже он будет в тесто будет входить не мука а множество разных орехов и семечек очень полезно очень вкусно но это в будущем а пока давайте попробуем вот эту самую прекрасную булочку дорогие друзья спасибо что и сегодня были со мной спасибо за ваши комментарии за то что у меня все есть и вас становится у меня все больше я очень рада и признательна вам за поддержку моего канала и до новых полезных рецептов с вами была любящая вас виктория пока пока Субтитры сделал DimaTorzok